В Махачкале ищут убийц. Девушка перед смертью успела сообщить о двух нападавших. О новых подробностях трагедии в Турали смотрите в выпуске. Как празднование может обернуться происшествием? Свадебные кортежи стали причиной возникновения ДТП на дорогах республики. Муфти от Дагестана выпустил пять новых книг. От Тасавуфа до истории выдающихся праведников. Новые издания доступны в книжных магазинах. Встретили как героя. Сотни болельщиков разделили радость успеха с серебряным призером Олимпиады по тэквондо Гашимом Магомедовым. Подробности в спортивном блоке. В Дагестане число выездов на встречную полосу растет с каждым днем. Скрытые патрули госавтоинспекции продолжают нести службу на всех автодорогах республики. За сутки нарушения ПДД составлено 310 протоколов. Из них 106 зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Именно по этой улице шла домой Марьям Гантилова и совсем не подозревала, что это последний ее рабочий день. По предварительной информации, именно здесь девушка получила ножевое ранение, но нашла в себе силы пройти до конца улицы. Тело бездыханной девушки нашли именно там. Мотив убийства Марьям остается неизвестным, но по словам некоторых источников, двое мужчин пытались познакомиться с ней, но после отказа нанесли ей ножевое ранение. В ту злополучную ночь по всему поселку Торали отключили электричество, и поэтому девушке пришлось идти по темной улице, а дома ее ждала сестра, но Марьям так и не вернулась. Марьям, она с детства была девочкой спокойной, очень скромной. Когда я вначале услышала, что Марьям убили ножом, у меня был шок, и в голове я перебирала варианты, за что ее могут убить, и я не понимала, за что можно Марьям убить, которую людям в глаза не поднимает. Когда омывали ее, то, что я видела, у нее было проникающее ранение, и были следы на руках, были следы ее борьбы, то есть изрезаны были руки, видно было, что она сопротивлялась. Для нас потеря большая, и если бы не вера, наверное, человек мог бы сойти с ума. За последние годы в России возросло количество случаев морального и физического насилия в отношении женщин. Эксперты отмечают, что такие инциденты нередко происходят на фоне отсутствия страха перед законом. Если бы у этих людей сегодня зарождены определенные какие-то человеческие, гуманные ценности, если бы или духовные, и так далее, никогда бы в жизни не то, что покушаться на нее, или приставать, или убить. Даже если увидеть, что эта девушка нуждается в какой-то помощи, он просто может предложить помочь. В настоящий момент поиски убийц продолжаются. МВД Дагестана обращается к жителям республики с просьбой помочь в расследовании. Люди, которые совершили столь тяжкое преступление, должны быть установлены и наказаны по всей строгости закона, говорится в сообщении. Тамара Самедова, Магомед Богомедов, Нурмагомед Богомедов. Новости ННТ, Махачкала. Жители поселка Мамедкала жалуются на неудобства после расширения дороги и установки бетонных ограждений. По их словам, в результате этих работ поселок оказался разделен на две части, а количество пешеходных переходов и выездов было сокращено. И для доступа к детским садам и школам нужно объезжать по полтора километра, а обращения в районную администрацию не дали ощутимых результатов, отмечают местные жители. Свадьба – долгожданное событие. Но порой самый главный праздник жизни может перерасти в хулиганство и отнюдь не мелкое. Сегодня нередки случаи, когда именно свадебные кортежи становятся причиной возникновения ДТП и беспорядков на дорогах. Празднующий этот день находится в хорошем настроении, но зачастую, выйдя на дорогу, они думают о настроении других. Очень такая проблема. Сам недавно на перекрестке чуть в аварию не попал, ехал на свой зеленый свет, и свадебный кортеж прям вылетел на красный, еле-еле как-то вернулись. Я считаю, нужно жестко это мониторить, жестко реагировать, по-другому никак. Наши люди, я не знаю, более такие темпераментные, горячие, может из-за этого такое вождение, но проблема дорога – это у нас отдельная история. А ситуация на дорогах в республике и так плачевная. Более 1000 ДТП за последние 8 месяцев. По статистике, мы теряем в год около 300 жизней. И всему виной несоблюдение ПДД. Выезды на встречную – одна из самых частых роковых ошибок наших водителей. В 195 таких автовариях погиб 71 и ранено 373 человек. Наибольшее количество происшествий, совершенных по причине выезда на встречную полосу, допущено на федеральных автомобильных дорогах. Каждый год мы теряем население маленького аула, грубо говоря, 300-400 человек. И больше всего погибают именно молодые ребята, перспективные ребята. Автомобиль не просто роскошь, это дар от Всевышнего, за который его обладателю нести ответственность. Садясь за руль, мы должны помнить, что обязаны ездить правильно, опасаясь причинить вред кому-либо, отмечают богословы. Машина – это средство передвижения, а не монстр на колесах. Конечно, он полностью ответственен за свою жизнь, находясь за этим автомобилем, за тех людей, которые рядом с ним находятся. Даже, например, жарят ему не дозволяет, чтобы он садился за неисправный автомобиль. И, конечно же, человек, который сел за руль, он должен соблюдать правила дорожного движения. Почему? Потому что от этого и его здоровье, и здоровье тех людей, которые находятся в других автомобилях, на дорогах, пешеходах, все от него это зависит. Любое веселье – это не повод, чтобы забыть все нормы приличия, в том числе на дороге. К тому же, любая, казалось бы, безобидная шалость во время вождения может обернуться большой трагедией. Нет ни единой причины, позволяющей нам забыть о ПДД на дорогах. Вождение транспорта – это именно тот случай, когда правила для того, чтобы их соблюдали. Иначе мы можем нанести вред как себе, так и окружающим. И число печальной статистики ДТП станет еще больше. В Астраханской области прошло шоу КВН, в котором приняли участие команды из разных городов страны, а именно из Астрахани, Волгограда и Махачкалы. Все боролись за победу. И несмотря на сложность игры, Дагестан занял второе почетное место. Это произошло на главной сцене шоу, где соревновались все участники. За прошедшую неделю отдел науки при Муфтияти Дагестана выпустил пять новых книг. Два труда по науке Тасауф. Они повествуют о методах очищения сердца от духовных недугов. Книга «Анамазия» – сборник поучительных историй из жизни выдающихся шейхов Южного Дагестана, а также заключительная часть сборника фетв. В данный сборник тоже вошли вопросы, касающиеся, соответственно, и основы мусульманской религии, там, намаз, пост и так далее. Имеется в виду такие вопросы, которые не были затронуты в предыдущих частях, первых трех частях. Помимо этого, в книге разбираются вопросы, связанные с торгово-финансовыми отношениями, бракоразводный процесс, имущественные отношения, вопросы, связанные с наследством и так далее. Новые издания уже доступны в книжных магазинах. Отметим, что отдел науки при Муфтияти работает вот уже девять лет. За это время специалистам удалось выпустить в свет более ста книг по исламскому вероучению. Это серебряная медаль Олимпийских игр – главная награда в спортивной карьере Гашима Магомедова. К парижскому пьедесталу 24-летний тэквондист шел большую часть своей жизни. Домой выступающий за Азербайджан дагестанец вернулся с чувством выполненного долга. Завоевать золото ему помешала травма, полученная на старте финального поединка. Алхамдуля, как говорится, мечта сбылась, можно сказать. То, к чему 20 лет, можно сказать, всю свою спортивную жизнь. Стремился, алхамдуля, в финал Олимпиады, я думаю, это не шутки. Конечно, ехал за золотом и пройдя в полуфинале действующего олимпийского чемпиона, я в финал, когда выходил, я думал, я просто съем корейца. И вот с таким настроем и выходил. Ну, Всевышний ему виднее, Всевышний лучше знает, что для меня лучше. Бурные овации и большие плакаты с поздравлениями. В аэропорту Махачкалы радость победы со спортсменом разделили его родственники и друзья. Приехали представители Минспорта, а также болельщики из Шамильского района, откуда родом Гашим. На таком примере, как ты, мы действительно будем воспитывать наше подразделение. Поэтому пусть Всевышний тебе во всех твоих начинаниях поможет. Что касается Элитвинского, Шамильского джамата, мы знаем, какая у вас есть сплоченность в хорошем смысле этого слова. Поэтому этого парня поддержите, пожалуйста, во всех. Тебе спасибо за это. До Парижа лучшим достижением выходца из села Телетель было золото чемпионата Европы. Вместе с тэквондистом весь путь к Олимпу прошел его отец и тренер Магомед Магомедов. Наставник был уверен, Гашим способен конкурировать за самые высокие места. И как у родителя, все равно жадность бывает. И каждый хочет первое место. Но сегодня хвала Всевышнему, что мы не остались без медали. Эта травма, которая у него в финале случилась, она могла бы произойти и в первом раунде, и в первом бою. Но сегодня я доволен той работой, которую мы проделали за эти годы. В ближайший месяц Гашима Магомедова ждет заслуженный отдых. Паузу он заполнит лечением травмы. А затем начнется подготовка к новым стартам. Путь к олимпийскому золоту продолжается. Также в числе первых на родине призеров игр в Париже Гашима Магомедова Элисхаба Рамазанова поздравил и муфти Дагестана. Шейх Ахмадафанди тепло встретил гостей, отметив их успешное выступление. В беседе духовный лидер также сказал, что молится за дагестанских спортсменов. Я говорю, что есть олимпийский чемпион, есть духовный чемпион. Мы сегодня дуна сделаем, чтобы до следующей олимпиады, чтобы нашим спортсменам Всевышний дорогу открыл. Потому что они так трудятся часами над саморабами и вдруг не разрешают. Это им очень больно. Субтитры создавал DimaTorzok